Добрый день! Давайте продолжим наше знакомство в изучении темы, с которой мы начали уже знакомиться. Назовем эту нашу встречу «Как устроен этот мир?» Небольшой итог того, что мы уже знаем. Во-первых, для чего нам надо знать, как устроен этот мир? Кроме того, что это интересно, любопытно, прочее такое, нам необходимо ещё знать, чтобы правильно в нём ориентироваться. Чтобы делать меньше ошибок. Потому что каждая ошибка – это неприятное явление в нашей жизни. И проблема в том, что ошибки не всегда вылезают в тот момент, когда мы её делаем. Иногда складывается такое ощущение, что после мы не сделали ни ошибку, а совсем наоборот. У нас большой успех, мы прекрасно, всё нормально. Но по прошествии какого-то времени мы чувствуем, что наша удача не совсем удача. Вы понимаете, в чём дело? С одной стороны, она вроде бы была начало удачи, а потом начинают колёса скрипеть. И может оказаться очень печальный факт, что после 70 лет движение вперёд, 300 миллионов человек что-то там строили, оказалось, что они не построили коммунизм, а совсем наоборот. А здесь мы вспомним начало. Начало говорит о чём? В 17-м году революция. Мы победили. Ура, ура, да здравствуй, да здравствуй царя. Мы сбросили. В жизни каждого человека часто происходят такие же вещи. Нам очень трудно подчас отличить успех от неуспеха. Всё зависит от того, какую цель мы перед собой поставили и как мы с ней собираемся справляться. И поэтому знание мира нам абсолютно необходимо. И давайте попробуем понять ещё один интересный момент, что для того, чтобы правильно решать проблемы, мягко говоря, у нас не хватает ума. Малый ребёнок не решает проблемы. Он целиком зависит от взрослых. По мере того, как ребёнок растёт, он становится взрослым, в каком возрасте мы можем сказать, что он теперь уже в состоянии решать все свои проблемы. К сожалению, этого возраста мы и назвать не можем. Поэтому знание этого мира на наш взгляд нам абсолютно необходимо. И фактически существует всего две системы, так сказать, объясняющие это. В общем, систем много, конечно, но мы остановимся на двух. Первая – это научная. по последней информации, которая исходит из науки и, как утверждают учёные, верно на сегодняшний день. мир наш из большого взрыва. Материя собралась аккуратно в одной точке, и там происходит большой взрыв, и таким образом расширение этой точки и образование нашего мира. Казалось бы, всё нормально, прекрасно. Мы видим хороший мир, претензий у нас, в общем, много. Ну, что делать? Ну, тут есть ещё пару интересных моментов, что относительно недавно, допустим, 50-100 лет тому назад наука считала, что в мире действует много сил. Каждая сила как бы независима. Постепенно количество этих сил сокращалось, и на сегодняшний день говорят об одной силе, и как её называют, так сказать, её фамилия Сила. Прекрасно. Но ряд вопросов, которые при этом возникают, и наука не даёт ответа. Допустим. Откуда взялась материя? Ну, может, не материя, энергия или как хотите, называйте это, но тот исходный материал, из которого всё это образовалось. Всё не трудно дать ответ на такой вопрос. Почему материя решила вдруг собраться в одном точке? Её кто-то принуждал, или как? так? Или это та самая сила, которая действует, откуда она, что? Почему эта материя вдруг решила собраться в нём месте и потом взорваться? О самой силе пока не идёт никакой речи. Что это за сила, откуда она взялась? Этот вопрос остаётся полностью открыт. Не менее проблемный остаётся вопрос, откуда взялась жизнь. Я помню, когда я учился ещё в школе, нас обучали, что была такая теория опарина. Земля была горячая, там были соусы, то и другое, и тут началась развиваться. в дальнейшем всё это опровергнули, выкинули, и тогда стало откуда же всё-таки жизнь. И тогда нашли очень интересное решение. Решение назвали, что жизнь приличала к нам из космоса. Мы прошли наши доказательства, всё нормально. Вы знаете, это напоминает пару анекдотов. Один из них звучит примерно так, что в иеджской литературе есть понятие город Холом. Холом это такой выдуманный город, в котором живут так называемые умники. Они всё видят, они всё знают, всё понимают. И однажды мы узнали, что в столичном городе ездить телега без лошади. И тогда они набрались мужества, послали одного из своих разобраться, а в чём же там суть. Может ли быть такое? Он не может быть, это понятно, но лишь это о поезде. Умник поехал туда, разобрался, приехал и говорит, я всё понял, всё могу вам рассказать. Слушаем. Он говорит, во-первых, это не одна телега, а несколько телег, связанных вместе. Во-вторых, первая телега начинает ехать, потому что вторая на неё давит, а вторая начинает ехать, потому что третья на неё давит, и так далее. Поэтому все они едут. Знаете, среди умников всегда имеется кто-то, кто идиот. Он всегда сзади задает глупые вопросы, и вот этот умник, неумник, задает вопрос. А почему начала двигаться последняя телега? мудрее задумалась, сказал, вы знаете, этого я не понял. Вот это мне напоминает сегодняшние научные доказательства. То есть всё едет от того, что давит последняя телега. А почему последняя телега поехала? Это у нас не... Но мы докажем. Мы ещё объясним. Я не хочу отрицать преимущества и многие вещи, которые наука делала в легче нам жизнь и так далее. Прогресс без порнений. Прогресс в технике. Вот намного ли это улучшило нашу сегодняшнюю жизнь? Это каждый должен решить для себя. Второй вариант это как получился этот мир по нашей религии. Я специально ставлю дарение на точку нашей религии, потому что есть много религий, есть много разных мнений, поскольку мы с вами связаны с нашей религией, то я с этой точки в остальных я не очень разбираюсь и не хотел бы на себя брать мужество их опровергать или доказывать. У нас есть одна большая аксиома. Аксиома называется что существует сила, которую мы называем Бог, которой нам ничего не известно. она находится за пределами нашего понимания. Мы никогда не сможем о ней ничего узнать. Если это перевести на научное, то наука объясняет, что произошло после большого взрыва, а что произошло до большого взрыва, наука ответа не дает. То есть та же аксиома у нас это единственная твердая аксиома, на которой все построено. Откуда он взялся, что он такой, за пределами нашего понимания. Сколько времени он живет? Видите, проблема в том, что в тех понятиях нету понятия времени в том смысле, как мы его понимаем. Кстати, хочу заметить, что Эйнштейн, пожалуй, дал первый раз довольно интересное объяснение что материя и время, пространство и время, они относительны. До этого мы привыкли понимать, что все как-то понятно, просто, и вдруг оказалось, что время относительное. Даже приводят такой пример, если два близнеца родились, один после какого-то возраста влез в самолет, который летает со скоростью близкой скорости света, он посмотрел на свои часы, вылетел, через 20 минут он прилетел, спускается вниз, его встречает старик. Он к ужасу узнает, что это его близнец. то есть при движении близкой скорости времени, скорости света, время потихонечку замедляется. А поскольку оно замедляется, то есть очевидная ситуация, при которой время неподвижно. Вот об этом мы как раз и говорим. Понимаете, мы считаем, что Всевышний это автор творения. Он был как раз тем, кто все это сотворил. Почему, что и как мы с вами как раз и должны заняться этим. Этим мы хотим сейчас заняться. Поскольку как мы говорили о нем, мы ничего не знаем, то мы знаем только о том, что уже исходит после него. То есть все, что ближе к нам. Так вот считает Каббала, что первое о чем мы можем начать говорить, это бесконечный свет. На иврите он называется Ор Эйн Соф. Эйн нету, Соф конец. Бесконечный свет. Это то, что мы более-менее можем как-то назвать. Это ни о чем не говорит, что он большой, бесконечный, но все-таки это уже что-то, о чем мы можем дать какое-то имя. Хочу сразу заметить еще один момент, по-моему, мы об этом не говорили, что узловые понятия мы постараемся все-таки сохранить в ивритской формулировке, на иврите, какие-то понятия. Я вам скажу, почему. Потому что русский язык не дает точной характеристики, то есть перевод ни к чему не приводит. В каждом веке свои понятия, которые подчас совершенно не совмещаются. У нас есть понятие душа, это по-русски душа, на иврите это пять разных уровней. И когда мы говорим душа, то мы не знаем практически о чем мы говорим. На каком уровне мы сейчас остановились. Это происходит то же самое понятие будем вспоминать потом хухма переводится как мудрость, то есть много есть таких понятий, которые не совсем соответствуют одно другому. То есть вернемся к нашей теме. Бесконечный свет это то, что начало первый шаг по направлению к нам. этот бесконечный свет был, это можно назвать энергией, он был такой сильный, что в нем ничего не могло существовать, кроме его самого. Ну, к примеру, мы можем взять как Солнце. На Солнце может существовать только Солнце. Не важно, что мы туда отправим, по прибытии туда оно превращается в Солнце. Для того, чтобы что-то получить от Солнца, надо от Солнца удалять. Следующий этап, поскольку свет этот бесконечный, очень сильный, то в нем ничего существовать не может и необходимо было его каким-то образом значительно уменьшить. Как это делается? происходит сокращение этого света, который на еврейце называется Цинцун. Это сокращение привело к тому, что на каком-то мы будем это называть материальным смыслом, а потом мы поймем, что это идет духовным смыслом. Имеется какое-то пространство, из которого этот свет полностью исчез. Для чего он исчез? и как это понимать? Значит, мы уже знаем, если этот свет, нету ничего другого. Чтобы получилось другое, надо удалить. В данном случае мы условно считаем, что удалился свет, хотя по Эйнштейну это не принципиально. Осталось пространство, которое называется халал. Халал. этот халал это пустое пространство и в нем нету никакого света, темнота. Дальше в этот халал запускается тонкий луч этого бесконечного света. Очень-очень тонкий луч света. То есть произошло что? Что был бесконечный свет, сейчас он остался вокруг этого халал, так сказать, окружающий свет, но внутрь он не проходит. Какова цель была этого явления? Цель была такая, необходимо создать что-то, что могло существовать независимо и могло принимать собственные решения. то есть так, как они находят это нужно. Именно поэтому прежде надо было убрать этот свет, ввести немножко внутренне внутрь и в этом пространстве в халале в этом это место, которое предназначено для творения нашего мира. А свет вот этот, который тонкий маленький лучок, который зашёл, он как раз та сила в в лет в в в в в в в Продолжение следует...